Всем привет, в этом видео я расскажу о нескольких бюджетных сборках игрового ПК с Алиэкспресс на базе процессоров от Intel и как можно проапгрейдить свой старый ПК. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Если у вас есть желание собрать игровой компьютер, но при этом ваш бюджет не тянет на современные комплектующие, это видео будет вам полезно. На Алиэкспресс сегодня можно купить готовые сборки компьютеров на базе серверных процессоров, которые производительности не уступают Core i5 и даже i7, а стоить будут в несколько раз дешевле. Есть несколько вариантов сборок, более бюджетные с меньшей производительностью, и чуть подороже, соответственно, с большей производительностью. В эти комплекты входят бывшие в употреблении серверные процессоры и память. В целом, эти комплектующие при штатной работе имеют достаточный запас прочности и не подвержены серьезному изнашиванию, не учитывая моральную. Так что опасаться, что они быстро выйдут из строя, не стоит. Если вы сомневаетесь в актуальности таких серверных процессоров, то зря, так как за последние годы с выходом новых процессоров их производительность сильно не менялась. К примеру, старый Intel Core i7 2600K второго поколения, выпущен еще в 2011 году, не сильно уступает современным процессорам восьмого поколения. Сборки на основе серверных процессоров с Алиэкспресс имеют схожие параметры с Core i7, а некоторые из них превосходят и старые 2600K. В сравнении за сборку из новых комплектующих с такими параметрами, придется заплатить как минимум в 3, а то и в 5 раз дороже. Готовые комплекты состоят из серверного процессора, материнской платы с подходящим сокетом и серверной оперативной памяти, которая подходит только для серверных процессоров, а поэтому и стоит дешевле вследствие ограниченного круга применения. При желании вы можете добавить комплект в видеокарты, но обычно они слабопроизводительные, и лучшим вариантом будет купить ее отдельно. На сегодняшний день актуальными остаются сборки на сокетах 1366 и 2011. А если у вас система старой материнской платой с 775 сокетом, есть неплохой вариант проапгрейдить ваш ПК. Первый комплект состоит из 6-ядерного 12-поточного процессора Intel Xeon X5650 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 12 МБ Кэш-Л3, который можно сравнить с i7 5-го и 6-го поколения, материнской платы Huanan X58 с 6-фазными цепями питания, двумя слотами для оперативной памяти DDR3 с поддержкой до 1600 МГц, с 6-канальным аудио-чипом и одним слотом PCI-Express, а также 8 ГБ оперативной памяти DDR3 с частотой 1333 МГц, две платы по 4 ГБ и боксового кулера. Цена данного комплекта на сегодняшний день около 140-150 долларов. В связке с хорошей видеокартой уровня GTX 1050 или мощнее, данная сборка способна тянуть самые требовательные игры на высоких настройках. По производительности, эта система схожа с ПК на базе Core i7 5-го и 6-го поколения. Недостатком данной сборки является простенький процессорный кулер в комплекте и ограниченное количество оперативной памяти. Дело в том, что в материнской плате только два разъема для оперативной памяти, поэтому дополнить память не выйдет, нужно только заменить на новую. Максимально можно установить 16 ГБ памяти, с более хорошим кулером и максимальным объемом оперативной памяти в 16 ГБ, цена сборки составит около 200 долларов. Варианты сборок на сокете 1366 будут дешевле, а на 2011 соответственно дороже, но и производительнее. Вариант сборки на сокете 2011 с более мощным процессором Xeon E5 2640. Это мощный 6-ядерный 12-поточный процессор с частотой 2,5 ГГц и 15 МБ кеша L3. В комплект также входит материнская плата Huanan X79 с поддержкой M.2 порта, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR3 и максимально поддерживающим объемом до 64 ГБ, 7 фаз питания, на которых установлен радиатор и два PCI-Express слота для видеокарты, а также 8 ГБ оперативной памяти DR3 с частотой 1333 МГц, 2 по 4 ГБ. В комплект не входит процессорный кулер, его нужно будет окупать отдельно, а данный комплект не потеряет актуальности еще минимум несколько лет, и при наличии мощной видеокарты с легкостью будет тянуть не только все современные игры, но и будущие проекты. В материнской плате под оперативную память предусмотрено 4 разъема, поэтому можно легко расширить оперативку до 16 ГБ. Цена данного комплекта 240-250 долларов. Следующий комплект на этом сокете с более мощным процессором Xeon E5-2660, это 8-ядерный 16-поточный процессор с частотой 2,2 ГГц и 3,0 в турбо-режиме, а также 20 МБ кэша третьего уровня. Сюда входит та же материнская плата Huanan X79 и комплект оперативной памяти на 16 ГБ с частотой 1333 МГц, 4 платы по 4 ГБ. Материнская плата Huanan X79 поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти с частотой до 1866 МГц. Его цена около 300 долларов. На мой взгляд, такой вариант сборки для домашнего компьютера уже будет излишним. Есть, конечно, сборки помощнее, но это уже другой бюджет. А если вы хотите проапгрейдить свой старый ПК на 775 сокете, для такой материнской платы вам подойдет процессор Xeon 5450. Это доработанный 4-ядерный серверный процессор с частотой 3 ГГц и 12 МБ кэш-Л3, который подходит к материнской плате с 775 сокетом. Но для этого понадобится прошивать BIOS, чтобы добавить процессор в список поддерживаемых. Перед покупкой обязательно убедитесь, поддерживает ли ваша модель материнской платы серверный процессор. Или задайте этот вопрос продавцу. Цена такого процессора 20-25 долларов. Под этот процессор за небольшую сумму можно докупить еще и серверной памяти. После чего вы получите вполне неплохой компьютер для игр. Если же, конечно, у вас есть в наличии игровая видеокарта, как минимум GT750 Ti или ее аналог. Есть, конечно, сборки и подешевле, но, как по мне, то это уже будет не игровой ПК, и который станет неактуальным уже через год-два. Остальные комплектующие я бы посоветовал заказать уже по месту. Что касается видеокарты, на Алиэкспрессе ее брать не стоит, так как там много подделок и у них значительно урезана производительность. Если все же решились на такую покупку, рекомендую брать видеокарту на уровне GTX 1050 Ti и для менее производительных GT750 Ti, но не ниже. Можно заказать с Китаем и недорогой SSD, но только у проверенного продавца. С хорошими отзывами о товаре, так как китайцы любят приукрасить его объем. Жесткий диск заказывать не стоит, так как есть большая вероятность его повреждения в процессе доставки. Что касается корпуса, то стоимость его доставки будет просто космической, так что эту часть компьютера уж точно лучше заказать по месту. Выбрать один из новых моделей или поискать БУ, к примеру, на Авито или других подобных площадках. Блок питания тоже лучше заказать по месту. Какой-нибудь хороший недорогой БУ, типа Zalman или Deepcool. Или же если дешевый из новых, то только с хорошим запасом мощности. Итак, если вам нужен бюджетный игровой компьютер, то это однозначно готовые сборки на Алиэкспресс. Ничего более выгодного на данный момент вы вряд ли найдете. На сэкономленные деньги можно купить более производительную видеокарту и забыть про необходимость апгрейда компьютера еще на несколько лет. Все готовые сборки проверяются на работоспособность перед отправкой. А для покупателей Алиэкспресс предлагает защиту, так что вы сможете вернуть деньги в случае возникновения каких-либо проблем. Распаковку посылки советую снимать на видео, так как фото уже недостаточно для решения спора в случае повреждения товара. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.